Надежда Соловова, кандидат психологических наук, занимается переподготовкой и повышением квалификации работников образования. В режиме самоизоляции перешла на дистанционный режим работы и приняла решение перебраться на время на дачу. Мне кажется, это действительно безопаснее, поскольку здесь очень много воздуха, и если даже какие-то вирусы случайные попадут сюда, им не жить. Ну и, конечно, основным мотивом было именно сам факт наличия такого прекрасного места, в котором можно уединиться, работать, думать, рефлексировать, продолжать писать книги, статьи, готовить материалы лекций. Здесь очень комфортно. Надежда на даче живет уже месяц. Говорит, так даже удобнее, не нужно тратить время на дорогу. Достаточно лишь включить ноутбук и настроиться на видеоконференцию. Ребята, кто уже подключился, а, пожалуйста, включите все камеры, чтобы мы все на экране высветились, все наши аватарочки. Под конец рабочего дня – банные процедуры, чтобы точно никакой вирус не был страшен. Заготовил дрова, и можно париться. По официальной статистике, количество дачников в России за последние полгода увеличилось на 50%. Самара заняла десятую строчку в списке городов, жители которых приобретают загородные дома. Но местные эксперты в области недвижимости считают, никакого повышенного спроса из-за пандемии нет. Если есть новый мотив для крупной покупки, так это льготы. Рост спроса на недвижимость специалисты связывают скорее с государственной поддержкой кредитования, нежели чем с пандемией. Так, до ноября этого года приобрести дом загородом, либо же квартиру в городе, можно по пониженной ставке кредитования. Ближе к лету в Самаре всегда повышается интерес к дачным участкам. Спрос на дачные участки, на загородную недвижимость, в принципе, в сезон немного поднимается. То есть, в март, апрель, май идет спрос больше, чем в другие какие-то сезоны. И какого-то определенного всплеска сейчас в связи с пандемией я не наблюдаю. А вот желающих снять дачный участок на время действительно стало больше. Из-за закрытия границ у многих сорвались планы на летний отдых. Чтобы компенсировать отсутствие отпуска за границей, самарцы предполагают провести его, не выезжая далеко от дома, за городом. Мария Леевна, Николай Епифанов, События.